Если восстановить вчерашние события по мере их совершения, то эти кадры должны идти в обратной последовательности. Сначала некто неизвестный поджег сваленную лесного массива Бутерлинке мусор. Затем огонь побежал по траве вверх, непосредственно лесной массив, где пожар быстро распространился и охватил площадь в 2 гектара. Опасность лесного пожара заключается в его стихийности. Боролись со стихией 25 штатных пожарных Кузнецкого лесхоза при помощи 4 единиц техники. И техники в данном случае было сложнее, чем людям. Проезд пожарных машин к горящему лесу затруднялись склоны и овраги. Тем не менее, за полтора часа огонь удалось ликвидировать. Но все равно огнем было пройдено полтора гектара лесов, из них ущерб составил лесного хозяйства 0,2 гектара. Если в суммовом выражении 0,2, это где-то 10-15 тысяч, которые придется восстанавливать. По сравнению с пожарами, которые в этом году уже наносили ущерб лесному хозяйству, этот считается не самым серьезным. По лесным элементам распространения он относится к беглым, низовым, то есть горела трава, а не деревья. Для перехода в Верховой, что привело бы ситуацию к чрезвычайной и подвергло угрозе жителей Страховки, хватило бы изменения направления ветра. В настоящее время уровень пожарной опасности в лесном хозяйстве по пятибальной шкале оценивается на 5. На сегодняшний день в Кузнецком лесничестве зарегистрировано 21 лесной пожар. Общий просчет пройден лесами, которые 21 гектар. Из них с убытком, которых ущерб лесному хозяйству, составляет 700 тысяч. Из них сгорело 10 гектар сплошь верховыми пожарами, которые все дело прошли лесные массивы. Это ущерб составило, я еще раз говорю, 700 тысяч. И везде присутствует человеческий фактор. Небрежное отношение человека с огнем. Небрежное. Небрежность в виде непогашенного костра, окурка, незатушенной спички является основной причиной возникновения лесных пожаров. А 10 из 21 возгораний, произошедших в этом году, пришли в лес с полей. Неконтролируемые сельхозпалы в ожигании травы на полях нанесли огромный ущерб лесному хозяйству. Субтитры создавал DimaTorzok